Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. 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 Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. Это к психологии относится, да, все-таки, да? Да, конечно. Ну, понимаете, очень сложно нашим футболистам на данный момент, когда есть такой футбольный антураж, хороший футбольный антураж, который можно отметить в Воронеже, всегда присутствовал. И сейчас это лишний раз подтвердилось, само поле, сам интерес болельщиков и журналистов к этим матчам. Конечно, ребята немножко робко выходят на начало игры. И это самая главная психологическая проблема, которой мы пытаемся бороться. Ну, я думаю, что здесь даже, может быть, сильно бороться-то с этим не надо. Здесь просто дело опыта. Денис Кириленко и Дмитрий Картава в разные годы мелькали в составе Воронежского факела. Какова их роль в вашей команде на сегодняшний день? У нас любой футболист является боевой единицей. Почему? Потому что сегодня у нас Сергей на рынках в опорной зоне. Не выступал. Любая потеря любого футболиста, конечно же, для нас значительна. То, что касается Димы Картава, мы рассчитываем на него, как на футболиста, конечно же, основного состава, чтобы он сегодня вышел в основе, были там определенные проблемы, какой-то период времени. Ну, я думаю, что это игрок, который нам в любом случае помогает и будет востребован в нашей команде. То, что касается Дениса Кириленко, ну, неоднозначная ситуация на данный момент. Но я думаю, что это внутренняя кухня, мы разберемся с ним. Павел Пантеревич, ну, по традиции, Ваши первые впечатления, эмоции после игры? Ну, хочу всех поздравить с победой. Если комментировать игру, то она разделилась на две части. До счета 3-0 и после счета 3-0, когда мы появились. Первый тайм играли с огромными преимуществами, территориальным, игровым. Воплотилось два хороших забитых мяча. Забив третий мяч, потеряли концентрацию внимания, потеряли стройность. В игре была потеряна контроль мяча. Оно здесь связано с тем, что вынужденная замена Шахова, и у нас сразу возникли проблемы в центральной части. Именно в линии обороны, в центральной ее части. К великому сожалению, те ребята, которые вышли на замену, они не усилили. В такой ситуации очень красивая игра, очень красивые мячи были забиты и с одной стороны, и с другой. Я думаю, что мы забили, что они забили, все мячи на загляденье. И после 3-0 пошла игра, скажем, интересная очень для зрителей, но валидольная для тренеров. С обилием голевых моментов, с великолепными сейферами. Что с одной стороны вратарь, что с другой стороны. Саутин в двух эпизодах потрясающе сыграл. У них вратарь, я удивлюсь, как он среагировал на удар Бирюкова с двух метров, находясь, Миша в 100 левого рук находился. С обилием моментов, с обилием нервных окончаний. Здесь просто нужно было при таком счете положить мяч вниз, и за счет контроля мяча спокойно доводить до логического завершения. Это и вот так с нервным окончанием, будем разбираться, будем разбираться. Проблема связана была с тем, что у нас просела центральная зона обороны. А что с Шаховым? Ему массаж какой-то делал? С Шаховым ситуация такова, что у него до этого беспокоила его спина. От спины, естественно, что немножко отдает ему спазмироваться мышцы. Спазм мышцы в одном эпизоде, потом второй эпизод, и он попросил замену, мы не стали рисковать. В принципе, счет уже 3-0 был, мы не стали рисковать, снимая его. Все надеялись на то, что Юра Рубровин выйдет. Здесь проблем не должно было быть, а вот как раз возникли проблемы. Мы сняли для того, чтобы, не дай бог, чтобы он не порвал мышцу. Спазмировалось, это не так страшно, если будет на другом мышце. Павел Ильич, кто еще в лазарете команды для сегодняшнего дня находится? Могилевский уже работает, да? Могилевский начал тренироваться, да, начал тренироваться Могилевский, начал тренироваться в общей группе Степанец. Сейчас в лазарете у нас находятся Дутов и Дранников, которые серьезно травмируют. У них Дутов, может быть, последним играм подойдет, там все, Дранников, в весенней части. Ну, сам Сом сегодня, очевидно, не попал вообще. Ну, я же еще раз говорю, ребята опытные, опытные, и мы рассчитывали на это, что укрепим среднюю часть поля. Тут выход Бикетова, но после травмы Самсонова и Гриднева должны были они взять под контроль, потому что здесь и большой, и большущий объем работы. Свежов сегодня проделал, очень большой, и Мурмин большой объем работы. Они подустали, ребята, подустали. И все выпускает их, ребят опытные. Я надеялся на то, что они возьмут здесь под контроль группы средней части поля и закроют центральную ось. Центральную ось здесь, опорную зону, и центральную ось Дубровина. Четыре человека в счете. Ну, к великому сожалению, то, что хотелось бы увидеть, не так сыграно было, как хотелось бы нам в этой ситуации. Нет вопросов у вас? Павел Петрович, понятно, что в последнее время, как игра, так результаты радуют, но при этом сегодняшний матч стал седьмым подряд без игры на ноль в обороне. Не тревожит это обстоятельство? Тревожит, конечно, тревожит, что мы практически в каждой игре пропускаем. Мы пропускаем не в ситуации, где нас команда переигрывает и ставит в какую-то тупиковую ситуацию, проигрываем из-за элементарных ошибок, недоработки. Кто-то в каком-то эпизоде немножко недоработал, недобежал, неправильно принял решение. И поэтому, конечно, требуется. Команда, находящаяся в лидирующей группе, не должна столько пропускать. Ну, здесь и объясним, вообще у нас, видите, как только сыгрывается в этом сочетании, ребята пришли, молодые пара центральных защитников, и Мурмаш, и Виталий Кшахов. Эпизодами смотрятся они хорошо, очень эпизодами, где-то немножко практического плана ошибки и приводят к взятию ворон. Ну, это дело наживное, опыт дело наживное, чтобы работать над этим и устранять недостатки.